здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин гость студии адвокат юрий брант здравствуйте юрий господин брант специализируется по транспортным делам вот оба них собственно говоря мы и будем говорить на днях вы опубликовали на своей странице в фейсбуке такой короткий но очень такой эмоциональный текст я процитирую с вашего разрешения израильских водителей пишите вы совсем скоро ожидает полицейский беспредел новый законопроект министерства юстиции уже прошедший первое чтение в кнесете приведет к всемогуществу силовых структур и к полному бесправию граждан обвиняемых в нарушении конец цитаты давайте разбираться что стоит за всеми этими громкими словами и угрозами о чем идет речь смотрите я объясню ситуацию на данный момент на данный момент любой водитель гражданин израиля не гражданин турист получающий штраф денежный штраф совершивший какое-то нарушение и подозреваемый в совершении этого нарушения полицейский его ловит полицейский ему выписывает штраф у данного водителя есть две возможности два выхода из ситуации либо этот штраф оплатить либо подать и апелляцию какую-то другую инстанцию если он не согласен с нарушением то есть я водитель я утверждаю к примеру что я не проехал на красный свет я уверен в том в своей правоте у меня есть право право любое право гражданина то есть моё право подать опротестовать штраф этого полицейского то есть полицейский не бог полицейский может ошибиться как я это делаю сегодня я в течение 90 дней имею право подать просьбу и чтобы дело пришло на судебный процесс я это делаю я подаю просьбу мне приходит приглашение в транспортный суд я прихожу в транспортный суд и я так как я не согласен с тем что утверждает полицейский я имею право его вызвать на допрос в судебном порядке то есть это уголовная процедура уголовного суда я ему устраиваю перекрестный допрос соответственно то что он утверждает то что он написал в штрафе он приходит суд и он должен под присягой перед стоя перед судьей отвечать на мои вопросы к примеру если он утверждает что я проехал на красный свет он к примеру должен видеть одновременно как и светофор что это красный свет так и линию перекрестка то есть если он ехал позади меня если он стоял со стороны как он это увидел это все должно быть одновременно он должен отвечать на мои вопросы в том случае если какой-то мере он не ответит на мои вопросы в какой-то мере будет какие-то проблемы в его ответах, он будет недостаточно уверен в своих ответах, соответственно, у нас будет оправдательный приговор, и я как гражданин себя имею право оправдать в дорожно-транспортном суде. И таких оправдательных приговоров очень много, как и простых граждан, так и адвокатов. И полицейские, они ошибаются, они люди, иногда они смотрят на одну машину, останавливают другую машину, иногда они замеряют скорость, и они направили на одну машину, остановили другую машину, иногда человек остановился на знак «Стоп», полицейский из-за того, что он неправильно стоял под другим углом, под другим радиусом, не заметил то, что водитель остановился, он останавливает, где 500 шекелей штраф, штрафные баллы, это все рассматривается в дорожно-транспортном суде в уголовном, в помощи уголовного кодекса, уголовно-процедуральный кодекс, как вести уголовные суды. И тут Министерство юстиции начало считать статистику. Оказалось, что в 2020 году из четырех, кажется, миллионов штрафов, которые выписали полицейские, подали протест около 300 или 450 тысяч. То есть люди не согласны с этими штрафами, подали протест. В результате этого дорожно-транспортные суда оказались загруженными этими делами. Соответственно, судей какое-то энное количество, полицейские, которые работают на дороге, их какое-то энное количество, их надо вызывать в суд, они должны туда приходить. Не важно, как эти дела закончились, оправдательными переговорами, неоправдательными, но эти граждане имели право, и они использовали свою возможность вызвать этого полицейского суд для того, чтобы ему задать вопросы, для того, чтобы вести какой-то процесс, для того, чтобы доказать свою невиновность. То есть, да, мы знаем в уголовном процессе, я невиновен, пока прокуратура не доказала мою виновность, они должны доказывать. В том случае, если они не доказывают, соответственно, приговор он оправдательный. И вот были назначены двое судей для того, чтобы как-то проверить ситуацию и понять, как из нее выйти. Выйти, можно сказать, дешево, безденежным способом. То есть, как сэкономить средства государству с одной стороны, а с другой стороны вот эти вот все штрафы, чтобы не попадали на вот этот судебный процесс и чтобы люди не могли их опротестовывать. И тут придумали вместо уголовной системы ведения этих дел административную систему. Министерство юстиции начало уговаривать министра юстиции, политиков, что они очень тяжело работают, что суды очень сильно загружены, что судей не хватает, что полицейских не хватает. И они придумали поправку к существуемому законодательству. Эта поправка уже прошла в первом чтении Кнессета. Уже за нее первый раз проголосовали. Осталось за нее проголосовать второй и третий раз для того, чтобы это записалось в виде законов. Хорошо, что вы не стоите, а сидите, Михаил. Они предлагают новую систему, при которой в том случае, если вы не согласны с полицейским, вы имеете право в письменном виде по интернету обратиться в какую инстанцию, это называется административный суд, где даже не сидит судья, сидит какой-то судебный представитель, судебный, я даже не знаю, как его назвать. Это Даян будет на иврите. Это, можно сказать, судебный заседатель, может так его назвать, если это чисто передать. И он, исходя из вашего письма, исходя из письма полицейского, которое написано на этом штрафе, будет решать, вы правы или вы неправы. То есть полицейский не находится под присягой. Полицейский, когда будет давать штрафы за красный свет, у него будет уже продуманный текст, он прекрасно знает, что нужно писать. Он будет писать, у него этот текст будет в кармане, он будет его вытаскивать и просто переписывать слово в слово, для того, чтобы не к чему было доцепиться, можно сказать так. Соответственно, после того, как этот судебный заседатель придет к выводу, правы вы или не правы, а уже понятно, к какому выводу он придет, государству нужны деньги, да, их нужно экономить, вы получаете отрицательный ответ, а протестовать решение этого судебного заседателя автоматически вы не можете. Выключено. Не прописана такая процедура. Вы должны послать, называется Ирурба Схуд, О, Ирурба Ищур, вы должны послать прошение в дорожно-транспортный суд, в судье, для того, чтобы он вам разрешил на основании решения, на основании того, что написано, только протестовать решение этого судебного заседателя. Все-таки можно, есть процедура. Есть процедура, но нет никаких шансов, потому что полицейский, он не стоит под присягой, он знает, что для того, чтобы попасть в суд, этот судья должен видеть какие-то пробелы в решении этого судебного заседателя. Дело в том, что полицейский, если он будет уметь писать, а он будет уметь писать, и он будет знать, что в суд его все равно не вызовут, он будет досконально точно описывать ситуацию нарушения правил дорожного движения, потому что он знает, что в суд его не вызовет, он в суде, в чем преимущество суда, полицейские не знают, о чем я его спрашиваю, понимаете, полицейский стоит на перекрестном допросе и иногда начинает заикаться, иногда вдруг понимает, что что-то он не заметил, иногда он понимает, что он не отметил скорость, он не отметил расстояние, он не отметил угол обзора, он либо обогнал, либо не догнал. То есть там существуют какие-то проблемы. И в результате этого мы получаем оправдательные приговоры. Я секунду, я хочу все-таки уточнить этот вопрос, потому что он все равно важный. Если человек не согласен с мнением этого арбитра, который предполагается по новому закону проекта. Да мы арбитр в футбольном матче, но это судебный заседатель, мне кажется. У нас же есть арбитражный суд, там тоже есть арбитр. Хорошо, называйте как хотите, посредника, представителя и так далее. То в принципе гипотетически есть возможность пойти в суд против этого решения. У меня есть возможность отправить просьбу в этот суд о том, что я хочу обжаловать решение этого арбитра. И мне могут в этой просьбе отказать. И мне в этой просьбе откажут, потому что если в результате записи полицейского арбитр выносит полное решение, и судья видит, что у меня нет никаких шансов, что у меня нет возможности допроса, перекрестного, я не опрашивал этого полицейского, судья просто мне отказывает в этом. То есть мы приходим к тому, что полицейский становится божеством. Полицейского, слово полицейского будет законом. То есть да, я с вами согласен, у нас существует какой-то беспредел на дорогах, да, водители плохо водят, да, они нарушают, но для этого просто нужно сделать что-то другое, вместо того, чтобы пытаться сэкономить. Сэкономить в ставках судей, сэкономить в количестве полицейских. Нужно, наоборот, увеличить количество полицейских, увеличить количество судей, давать больше штрафов, но не бить по правам, элементарным правам граждан, в том, доказать свою невиновность. Посредством ведения уголовного процесса. А это уголовный процесс. Только там можно. То есть если мы это переводим в арбитражный суд, как вы его называете, у нас нет никаких шансов доказать свою невиновность. Мы будем писать. У меня даже нет возможности встретиться с этим судьем. Я просто должен ему писать в письменной форме. И в такой же письменной форме я буду получать отрицательные ответы. Хорошо. И все это проходит по-тихому. Никто об этом не знает. Но если ничего не делать на данном металле... Ну, теперь знают. Да, знают. Но если ничего не делать, если просто политики, я уверен, что политики просто не знают, о чем идет речь. Они не понимают. Они коалиционно за все голосуют. Вы понимаете? А сейчас за это должен голосовать КНЕС. Ну, политики, те же депутаты, они тоже водители. Вот. И вот когда это лично коснется их, когда они будут знать, что они проехали на желтый свет, но будет стоять полицейский. И говорит, нет, мой дорогой, ты проехал на красный свет. Я видел. Но он же будет с этим не согласен. А как доказать свою невиновность? Это будет просто невозможно. Хорошо. Такой вопрос. Я просто пытаюсь найти какие-то возражения или плюсы той системы, которая предлагается. Я много-много лет назад оказался в транспортном суде. Ничего более абсурдного, с моей, естественно, точки зрения, я в жизни не видел. Хотя бывал, писал о криминальных ситуациях, о судебных процессах и так далее. Я не буду сейчас описывать все то, что происходило. И уже тогда я понимал, что с этим конвейером, а это был конвейер, и так как я был в конце этой очереди, которая проходила через судью, я видел, что примерно через минут 40 после начала всего у судьи уже просто, судья уже просто не понимал, кто перед ним стоит, какое дело он разбирает и так далее. И уже тогда было понятно, хотя это было много лет назад, что с этим надо что-то делать. Потому что действительно судьи просто завалены. этими ситуациями. И водители порой предпочитают оплатить этот штраф, если он не несет еще штрафные баллы или какие-то другие там вредные последствия. Предпочитают водителей оплатить, чем идти в этот транспортный суд и ссориться с полицией и вообще разбираться с этой ситуацией. Понятно, что надо было что-то делать. Ну вот хорошо, теперь государство предлагает такую систему. А вам могут возразить, господин адвокат, ну конечно вы против этого, вы потеряете клиентов. Нет, дело не в клиентов. Я сейчас здесь не как адвокат, я здесь сейчас как обыкновенный водитель, который может получить, все мы водители, мы можем получить штраф. Не важно мне, у меня есть силы с этим бороться, нет сил с этим бороться, но если я да, захочу с этим бороться, какие у меня будут возможности. То есть мы живем в правовом государстве, которое нам позволяет бороться с силовыми структурами, с той же самой полицией. Нам дает штраф полицейский, нам не дает штраф какой-то, не знаю, административный какой-то работник, нам дает штраф полицейский. В том случае, если я имею дело с полицией, процесс должен быть уголовный, так как это полицейский. Я имею право этого полицейского вызвать и допросить. Да, завалены транспортные суды, но вместо того, чтобы влить деньги в бюджет, добавить еще несколько ставок, чтобы вместо 7 судей, в этом транспортном суде было 14 судей. И эти процессы по ним раскидать, соответственно, не нужно будет ждать, у всех будет время, для того, чтобы влить бюджет в количество дорожных полицейских, которых стало по сравнению с 10-летним сроком давности вдвое меньше. Полиции нет, мы не видим их на дорогах, их нет, мы их видим иногда. Но вместо того, чтобы влить деньги в бюджет, государство ищет возможности безденежно и даром найти выход из ситуации. Данная ситуация приведет к тому, что мы останемся без права доказать свою невиновность. У нас его не будет, не будет никакой возможности. И тут я как адвокат вам утверждаю, заявляю, у вас не будет никакой возможности доказать свою невиновность перед этим полицейским. Потому что полицейский будет знать, как это записать, у него будет подготовлено, он будет держать это в кармане, все штрафы будут выглядеть однотипно. Я полицейский видел, стоял, я увидел одновременно все, то есть придраться к этому не будет никакой возможности. Соответственно, наши все действия по аннулированию этого штрафа, по протесту этого штрафа будут бесполезны. И это то, что приведет в конечном итоге к доходам к бюджету государства и невозможности, да, это разгрузит транспортные суды и никакой возможности со стороны граждан, граждан противодействовать силовым структурам. Хорошо, если я правильно помню, то система штрафования инспекторами муниципальными, это что-то другое. Нет, я знаю, но она... Это стоянки. Я понимаю, но в принципе она следующая, вы получаете штраф, если вы не согласны, вы же не бежите сразу в суд, вы пишете свое возражение в муниципалитет, там есть определенная инстанция, в которой вы возражаете. В полиции сегодня то же самое, вы пишете свое возражение. Вы пишете свое возражение и получаете ответ, либо с вами согласны, либо с вами не согласны, и тогда, если нет, то вы можете обратиться в суд. Это автоматически, вы обращаетесь в суд, это суд по местным, это местный суд, но это суд, который тоже работает по уголовной системе. Уголовной системе, но сначала вы проходите, так сказать, Я имею право допросить этого муниципального полицейского, пригласить его на судебный процесс, разговаривать с ним, Правильно, но сначала вы проходите некую бюрократическую инстанцию. Именно, Вы сначала пишите письмо, просите вам аннулировать этот штраф. Если они не соглашаются, вы направляете письмо в суд. Скажите мне, пожалуйста, если бы помимо вот такого вот этого Даяна, арбитра, называть как хотите, как предлагает Министерство юстиции, о чем вы сейчас так рассказывали, все-таки эта система была бы введена, но помимо этого все равно оставалось бы право идти в суд. Вас бы такая система устроила? Если бы это было право автоматическое, которое сегодня существует в уголовном процессе, то есть я получил обвинительный приговор, я имею полное право в течение 45 дней подать апелляцию, окей, и я буду подавать. Но что они тогда сделают? Тогда мало того, что будут заполнены дорожно-транспортные суды, будут заполнены вот эти арбитражные суды, то есть они ничего тут не сэкономят, они вернутся к исходной, плюс арбитражные суды, которые нужно содержать, плюс вот эти самые ДАИНИМ, которых нужно содержать, плюс еще какая-то государственная инстанция, которая будет требовать миллионный бюджет. То есть выход из положения, он обратно пропорциональный тому конечному результату, которому должны прийти государства. Хорошо, подведем итог. Что вы предлагаете? Значит, смотрите, ситуация с транспортными судами, ну, то, что на иврите называется любиседер, не в порядке. Они плохо работают, завалены конвейерно. С полицейскими много претензий, но они говорят, а нас мало, дайте нам бюджет. А зарплата наша маленькая. А зарплата наша маленькая. Увеличим число полицейских, ну, так увеличится число штрафов, значит, увеличится число идущих в суд, значит, надо увеличивать судей, это все бесконечный процесс. Где выход тогда? Это не бесконечный процесс. В чем наша цель? Наша цель обеспечить безопасность граждан, да, чтобы люди не нарушали. В том случае, если будет больше полицейских на дорогах, люди действительно будут меньше нарушать. В том случае, если человек знает, что я еду по дороге, у меня через 100 метров полицейский, я не буду сейчас хвататься за телефоны и пытаться послать сообщения. То есть выход, он один. Увеличить штат полицейских, чтобы у нас была дорожная полиция как таковая, потому что на данный момент в Израиле ее, к сожалению, не существует, очень большая текучка кадров, пенсии у них нет, зарплаты у них маленькие, и пенсии бюджетных я имел в виду. Их отменили в 2001 году для всей полиции, соответственно, людям нечего терять, они приходят и уходят. И штат дорожной полиции, если еще 10 лет назад у нас было 450 патрульных машин, на сегодняшний день я не думаю, что они доходят до 200. Их намного меньше. То есть полиции нет. Когда будет на дорогах полиция, когда люди будут знать, что мне это делать не нужно, мне не нужно превышать скорость, потому что меня поймают, вот тогда действительно мы добьемся какого-то результата. А не вот таким вот безденежным простым способом экономии, мы ничего не добьемся. Мы только бьем по правам граждан. И смотрите, даже если этот закон, я не знаю, он пройдет, не пройдет, я надеюсь, что нет, будут богатцы. Проблема, проблема. Да, он будет принят законным образом, но просто я считаю, что депутаты Кнессета просто не понимают, за что они голосуют. Кстати, этот закон был подготовлен еще прошлым правительством. Они просто не успели это сделать. Этот закон исходит от Министерства юстиции, даже не от политиков. То есть они хотят сэкономить себе затраты и сэкономить себе должности. То есть опять-таки посредством экономии забрать у нас наши элементарные права. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Вы меня убедили, я тоже. Спасибо. Юрий, спасибо за то, что пришли и рассказали об этой проблеме. На этом все. Напомню, что со мной в студии был адвокат Юрий Брандт. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин